Доброе утро, возлюбленные! У нас есть несколько нужд. Давайте мы пристрём наши руки, помолимся. Просят помолиться о Марине и её дочке. Они в данный момент лежат в больнице и болеют. Просят помолиться об исцелении. Также просят помолиться о сыне Алексея. У него есть зависимость и громадная на деньги. Мы будем приносить все эти нужды и просить Бога о том, чтобы он вступился и дал свои ответы. Давайте прострём наши руки. Отец Небесный, мы смиряемся пред лицом Твоим Божиим. Мы приносим все эти нужды пред лицо Твоим. И мы просим о том, Господь, чтобы ответы от престола, благодати Твоей, Господь, они сошли в жизнь каждого, кто сегодня в этом нуждается во имя Иисуса Христа. Бог мой, мы молимся, Господь, об Алексее. И мы просим о том, Господь, чтобы игромания, эта зависимость, Господь, которую дьявол поместил в его жизнь, она ушла прочь во имя Иисуса Христа. Я прошу о том, чтобы пришла всякая свобода. Я прошу о том, Господь, чтобы он служил Тебе и тратил свое время в нужное русло во имя Иисуса Христа, Бог мой. Я прошу о том, Господь, чтобы эти цепи, которые оковали Его, Господь, они ушли раз и навсегда из Его жизни во имя Иисуса Христа. Мы также просим Тебя, Господь, об этой маме с дочкой, Господь, которая в данный момент находится в больнице. И мы просим о том, Господь, чтобы Ты прикоснулся к ним, исцелил их там, где они есть во имя Иисуса Христа, Бог мой. Пусть всякая болезнь, которая есть в их организме, она отступит, и они получат свое исцеление прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Боже, я молю о том, чтобы в ближайшее время, Господь, их выпустили с больницы. Мы также просим Тебя за Оксану и ее сына, Господь, которые лежат там, Господь, в онкологическом центре. И мы просим о том, чтобы слава Твоя, Господь, она сошла, Господь, на ее сына, и он в один момент, Господь, был полностью исцелен. Бог мой, для Тебя нету ничего невозможного, и мы взываем сегодня, как церковь Твоя, Господь, и мы просим Тебя, Господь, дай жизнь этому мальчику, Господь, шестилетнему, чтобы он жил, Господь, радовался, Господь, этой жизни, которую Ты дал ему, возвещал дела Твои во имя Иисуса Христа. И мы говорим мраку, оставь его, уйди прочь из его жизни во имя Иисуса. Я молюсь об Оксане, Господь, я молю о том, чтобы в это время, Господь, ее вера была твердой, как никогда раньше, чтобы она еще больше, Господь, приближалась к Тебе, чтобы в это время, Господь, ее вера, она не скудела, но наоборот, Господь, укрепилась в Тебе во имя Иисуса Христа. Отец, и мы приносим и другие нужды, которые сегодня отображены в этих записках. Бог мой, мы просим Тебя, Господь, вступись, защити, Господь, прикоснись. Досойдет, Господь, благословение Твое, исцеление Твое в жизнь каждого, кто сегодня об этом мечтает и молится во имя Иисуса Христа. Боже, мы также благодарны Тебе за привилегию, которую Ты даешь нам, жертвуя для славы имени Твоего. Благослови все десятины, все приношения, и пусть в этом всем будет имя Твое прославлено. А мы, как народ Твой, мы благодарны Тебе за это понимание, которое Ты даешь нам, откровение, Господь, и Слово Твоего, которое Ты даешь нам, Господь. Спасибо Тебе. И я прошу Тебя, благослови руки каждого, Господь, кто сегодня это понимает и искренне жертвует для славы имени Твоего. Позаботься об их, Господь, когда они заботятся о Твоем. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь, за это время. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Давайте воздадим славу Господу. Аллилуйя. Пожалуйста, повернитесь тому, кто рядом с Вами, скажите что-то доброе, приятное, и присаживайтесь в Божьем присутствии. Мы рады приветствовать каждого из Вас сегодня в Доме Господнем, и также рады приветствовать тех, кто сегодня присоединился к этому богослужению онлайн. И сегодня я хотел бы поразмышлять с Вами на такую тему. Я хотел бы поговорить о подростках, о подростках и молодых людях. В последнее время Господь дает такую возможность все больше и больше соприкасаться, с молодыми людьми, с подростками. И когда ты разговариваешь с ними, когда ты уделяешь им время, очень многого интересного ты для себя берешь и обнаруживаешь. И кое-что я заметил из Священного Писания. И я хотел бы, чтобы сегодня мы вместе с Вами над этим поразмышляли и посмотрели на это. Но перед тем, как я буду читать Священное Писание, хотел бы привести одно исследование, которое недавно провели. И опрашивали примерно около тысячи молодых людей. И задали им такой вопрос. В каком возрасте они приняли решение служить Богу? Вы знаете, ответы, которые пришли от этого исследования, очень сильно меня удивили. Потому что 48% сказали, что они пришли к Богу в возрасте 13 лет. Я повторюсь еще раз, 48%, то есть половина из тысячи человек сказала, что они пришли к Богу в возрасте 13 лет. Другая половина ответила, что они пришли к Богу в возрасте до 18 лет. О чем это говорит? Это говорит нам о том, что в подростковом возрасте, в этом молодом возрасте, подросток, ребенок, он может принимать жизни, изменяющие решения в своей жизни. Иногда мы смотрим на подростков и думаем, ну, он еще совсем зеленый, он еще до конца не понимает, он еще каких-то моментов не осознает до конца. И мы как будто бы, знаете, ставим даже где-то крест на нем. Чуть-чуть подрастет, наберется опыта, потом начнет принимать разумные, правильные решения. Но, знаете, я вспоминаю свою жизнь, когда в 12 лет Господь очень сильно коснулся меня. Когда я посвятил свою жизнь Богу, в 13 лет я принял водное крещение, и, слава Богу, до сего дня служу Господу. Но я хочу вот на чем сделать сегодня акцент, что молодые люди, подростки, они могут принимать жизни, изменяющие решения в раннем возрасте. Я хотел бы, чтобы сегодня, когда мы будем смотреть с вами на подростков, чтобы мы смотрели на них, как на тех, которые могут принимать очень важные решения в своей жизни. Знаете, интересно, я хотел бы обратиться коротко, буквально к родителям, и сказать такие слова, что, знаете, в подростковом возрасте ваш ребенок нуждается как никто в вашей поддержке, в добрых словах, и от этого будет зависеть, насколько сильно вы сможете влиять на своего подростка. Я буквально пару дней назад проводил время с подростками, это были неверующие ребята, столько всего интересного они рассказывали. Я задал вопрос, говорю, ты в какой семье живешь, кем работает твой папа, мама? Мы начали просто общаться, разговаривать, и вы знаете, подростки начали раскрываться, и кто-то говорит, ты знаешь, у меня нету мамы. Я говорю, в смысле нету мамы? Он говорит, ну, мама бросила нас, я оставила нас с папой, мы живем только с папой. Я говорю, знаешь, это, ну, такая, как сказать, редкий случай, у нас происходит в стране наоборот. Он говорит, да, у нас наоборот происходит, но вот у нас в семье как-то вот так. И мы начали говорить на какие-то разные темы. И мы немножко просто провели с ним время. Я говорю, хочешь, мы можем завтра с тобой еще встретиться, пообщаться, он говорит, я хочу. А можно я позову своих друзей? Я говорю, да, конечно, зови. И на следующий день мы сидели, уже общались с другими ребятами. И вы знаете, так интересно, что на прошлой неделе один из моих знакомых, ребята, он иногда приходит на служение, пишет мне смс-ку и говорит, можем ли мы с тобой встретиться? Я говорю, конечно, можем. Вот мы встретились с ним в городе, общаемся. Мы начали с ним разговаривать, и он начал просто делиться тем, что происходит в его семье, тем, что происходит в его отношениях с родителями. Он начал делиться о своих планах в будущее, он начал рассказывать о том, о чем он мечтает. И вы знаете, я увидел одну простую вещь, что сегодня подростки и молодые люди, они просто нуждаются в том, чтобы кто-то просто посидел с ними, услышал их и просто как-то вложился в них, сказал добрые слова, вдохновил их. И когда мы сидели, разговаривали, он начал раскрываться и говорить, у меня на днях бабушка умерла. И говорит, первый человек, о котором я подумал, это был ты, потому что ты можешь за меня помолиться. Знаете, я начал удивляться тому, что когда ты просто элементарно уделяешь им время, просто элементарно молишься за них, просто элементарно говоришь в их жизнь, начинаешь вдохновлять их, эти подростки сегодня как никогда нуждаются в том, чтобы мы говорили правильные, добрые слова, вдохновляли их, и от этого будет зависеть, насколько сильно мы сможем повлиять на них. Дорогие братья и сестры, если мы как церковь хотим повлиять на наших подростков, нам нужно научиться говорить правильно в их жизни, нам нужно научиться вдохновлять их. Если мы сможем вдохновлять их, если мы сможем высвобождать слово веры в их жизнь, они будут открыты для нас, они будут прислушиваться к нам. Интересный вопрос появляется, что сегодня мы говорим нашим подросткам. Как родители, что сегодня ты говоришь своим подросткам. Меня удивило, когда один из подростков начал раскрываться и говорит, ты знаешь, мне говорят, что я неудачник, ты знаешь, мне говорят, что я не такой, как все, я не так мыслю, как все, я не так разговариваю, как все. А по нему видно, что он немножко отстает, он немножко разговаривает действительно не так, как все, он немножко заикается, и он этого смущается. У них есть проблемы с самооценкой, у них пониженная самооценка, и в этот момент они просто нуждаются в том, чтобы сегодня мы, как верующие люди, могли высвобождать слово веры, вдохновлять их, говорить позитивное в их жизнь, говорить слово Божье в их жизнь, и от этого зависит, насколько сильно мы сможем повлиять на их жизнь и на их решение служить Богу и следовать за Господом. Я хотел бы, чтобы мы с вами открыли Марка 4 главу. Марка 4 глава. Марка 4 глава, и мы с вами зачитаем с 30 по 31 стих. «И сказал Иисус, чему уподобим Царствие Божье? Или какую притчу изобразим его? Оно как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле. Чему уподоблю Царствие Божье?» И здесь Иисус начинает говорить о зернышке горчичном. И вы знаете, интересный такой момент. Иисус говорит, что когда оно сеется в землю, оно есть меньше всех семян на земле. И когда ты смотришь на это семечко, оно действительно очень маленькое. И когда ты смотришь на это семечко, оно не имеет какого-то потенциала, оно очень маленькое, оно беззащитное. И ты даже не уверен, что может произойти с этим маленьким зернышком, что может произойти с этим маленьким семечком. Но вот вы знаете, интересный момент. Иисус говорит, что Царствие Божье, оно подобно вот этому маленькому семечке. И когда ты размышляешь и думаешь, Господи, но почему? Ну Царствие Твое, оно же такое большое, оно же такое огромное. Ты присутствуешь в этом царстве, твое присутствие есть там, любовь, мир, радость, это все пребывает в твоем царстве. Но почему ты сравниваешь свое царство с этим горчичным семечком? Господи, ну дай понимание. Вы знаете, ко мне приходит одна история, которую однажды рассказала моя мама. Еще будучи, когда она была подростком, к ним в церковь пришла одна женщина, которая несколько ходок, она сидела в тюрьме, и она сидела более 15 лет в тюрьме. И вот однажды ее мой дедушка приглашает на служение, она приходит на служение, она посидела, послушала проповедь и ничего для себя не взяла. Но на выходе стояли братья, которые обращались к братьям и сестрам и говорили, Бог любит вас, мы будем ждать вас. И они поворачиваются к этой сестре Вале и говорят, Валентина, Бог любит вас. Она поворачивается к ним и говорит, если бы вы знали мою жизнь, вы бы не говорили таких слов. И ушла из церкви. Но на протяжении всей недели эти слова не давали ей покоя. Эта семечка производила свою работу. И на следующее воскресенье она пришла в церковь и посвятила свою жизнь раз и навсегда Господу. Она уже отошла вечность, но до конца своих дней она служила Богу. О чем это говорит? Это говорит о том, что эта горчичная семечка, она дала свой плод. Эта горчичная семечка, это слово Божье, слово веры, которое было посеяно в ее жизнь. Оно не давало ей покоя, но потом в конечном результате она открыла двери своего сердца для Господа. И Царство Божье начало расти внутри. И она начала приносить плоды для Господа. Вы знаете, я хотел бы сравнить вот это горчичное семечком с подростками, с молодыми людьми. Когда ты смотришь на этого молодого человека, да, он еще зеленый, да, он неопытный. Он может носки одеть разного цвета, он может что-то пообещать и не сделать. И это своеобразные люди. Но когда ты смотришь на них, они маленькие. Ты не можешь в них увидеть какой-то потенциал. Но Библия говорит, что эта семечка, когда сеется, то она может вырасти в большое дерево. Интересно, что факты говорят о том, что вот эта вот семечка, она может вырасти до 6,5 метров. Дерево. То есть вот эта вот семечка, она может вырасти в дерево, которое может достичь 6,5 метров. Вот вы знаете, когда мы смотрим на этих маленьких, непотенциальных семечек, зерен, подростков, ты думаешь, ну, как я могу помочь тебе, как я могу послужить тебе? Вы знаете, Библия упоминает несколько раз, когда дьявол очень сильно покушался на молодых людей. И мне кажется, его тактика не поменялась со времен Исхода. Когда мы с вами открываем книгу Исход, Библия говорит, что в первой главе египтяне стали бояться евреев. И там написаны такие слова. «Вот народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас». И поэтому фараон повелевает повивальным бабкам, чтобы они умерщвляли всех младенцев мужеского пола. Заметьте, что фараон не дает указ, чтобы перебили всех мужчин. Фараон не дает указ, чтобы перебили всех стариков. Он не дает указ, чтобы разобрались с теми, которые в данный момент что-то делают в Египте. Но он издает указ, чтобы перебили всех младенцев мужеского пола. Почему? Потому что это семечко, которое может вырасти и стать большим деревом, и принести много плода. Это семечко, которое может стать большим потенциалом. Это семечко, которое может реализоваться и сделать много и много еще для Царствия Божьего. И есть тот, который знает все это, и есть тот, который пытается погубить вот это поколение этих подростков и молодых людей. И его тактика со времен исхода не меняется. Посмотрите, что сегодня происходит. Когда ты встречаешься с подростками, мы очень часто с ними встречаемся, каждую неделю мы проводим какие-то встречи, мы проводим какие-то общения. Когда ты сидишь, играешь, общаешься, он говорит, извини, пожалуйста, мне надо выйти покурить. И ты смотришь на него. Мальчику 15 лет, девочке 14, 16 лет. И они выбегают, куда-то курят. Но это то, что дьявол сегодня предложил им. Дьявол сегодня пытается украсть, убить и погубить. Его тактика не поменялась. Методы могут поменяться, но его тактика не поменялась. Цель одна и та же — это украсть, убить и погубить это молодое поколение. И сегодня от нашего решения, от наших слов, от нашего отношения к этим подросткам будет зависеть, сможем ли мы на них правильно повлиять, чтобы они служили Господу и шли за Богом. Второй момент, который Библия описывает, это в Новом Завете, когда в мир должен был родиться Мессия, Христос. По какой-то причине мы видим с вами, что Ирод, он начал очень сильно переживать. И мы встречаем эту историю, она записана у Матфея во второй главе, когда сказано, что Ирод повелел, чтобы всех младенцев умертвляли от двух лет и ниже. И мы видим, опять происходит это большое зло, когда младенцев начинают убивать. Почему? Потому что Ирод знал, что придет что-то потенциальное. Придет Мессия, придет Царь всех царей, придет Тот, Который спасет весь мир от их грехов, придет Тот, Который будет царствовать во веки и веки веков. И Он знает это и боится этого, и поэтому издает этот указ. Послушайте, цель дьявола не поменялась со времен исхода. Он пытается украсть, убить и погубить этих молодых людей. Что сегодня мы, как церковь, можем сделать для них? Какое сегодня наше отношение должно быть, когда мы общаемся с этими подростками, когда мы видим этих молодых людей? Я хотел бы, чтобы на короткое время вы подумали о своих детях. Я хотел бы, чтобы на короткое время вы подумали о тех подростках, которые окружают сегодня вас. Что мы говорим в их жизни? Как мы на них смотрим? Что выходит из уст наших? Как мы влияем на них? И есть ли у нас вообще влияние на них? Давайте мы с вами откроем первая книга царств. Первая книга царств. И мы зачитаем с вами 16 главу. Здесь записаны такие слова. Первая книга царств, 16 глава. Самуил приходит в дом Иесея для того, чтобы помазать одного из его сыновей в царя. И здесь написано в 6 стихе. И когда они пришли, он, увидев Елеава, сказал, верно, этот пред Господом помазанник его. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Я хотел бы, чтобы сегодня это местописание, оно стало ключевым для каждого из нас. Библия говорит, что Господь смотрит не так, как смотрит человек. Потому что человек смотрит на лицо, но Господь смотрит на сердце. И очень важно сегодня, когда мы соприкасаемся с молодыми людьми, когда мы соприкасаемся с подростками, чтобы мы не просто видели человеческими глазами, потому что наши человеческие глаза могут нас же обмануть. Но очень важно, чтобы сегодня мы имели сердце Отца, сердце Бога, имели сердце, как у Господа. И когда мы смотрели на этого непотенциального, когда мы смотрели на этого, может, неряшливого, когда мы смотрели на этого зеленого, неопытного, чтобы мы видели в нем то, чего люди не видят, но видели в нем то, что видит в нем Господь. И Библия говорит, что когда Самуил приходит, и он желает помазать кого-то, он смотрит на одного из сыновей и говорит, верно, этот пред Господом действительно помазанник его. Но Господь в этот момент говорит ему, Самуил, ты смотришь так, как смотрят люди. Ты смотришь на вид его, ты смотришь на лицо его. Ты просто смотришь своими человеческими глазами, но я смотрю совершенно по-другому. Я смотрю по-другому, я смотрю глубже, я смотрю в сердце. Дорогие братья и сестры, что сегодня мы видим, когда мы смотрим на наших детей? Что сегодня выходит из уст наших, когда мы смотрим на наших детей? Когда мы видим, что их поступки, они не такие сильные? Когда мы видим, что они могут пообещать и не сделать, или сделать что-то по-другому? Как сегодня мы относимся к нашим детям? Выскальзывает ли сегодня гнев из наших уст? Как сегодня мы относимся к ним? Что мы про них думаем? Что мы про них говорим? Что они слышат сегодня из наших уст? И очень важно, чтобы сегодня мы смотрели на них так, как смотрит на них Господь, чтобы сегодня мы, смотря на это маленькое зернышко, увидели Божий потенциал, увидели тех, чья жизнь будет полностью посвящена Господу, тех, которые исполнят волю Божию, тех, которые что-то сделают для Господа в этом поколении. И чтобы от нас шло слово веры, ободрение, вдохновение в их жизни, чтобы, вспоминая нас, смотря на нас, они могли в любой момент своей жизни позвонить нам, прибежать к нам, встретиться с нами и рассказать все то, что происходит в их жизни. Мы сможем влиять на них только в тот момент, когда наши слова, наши отношения, оно действительно настроено на то, чтобы они состоялись в этой жизни. Когда у нас есть отношения с ними, мы сможем повлиять на них. Знаете, мне понравилось, как однажды один человек сказал, если ты хочешь служить людям, строй отношения с людьми. Если ты действительно хочешь служить людям, тебе нужно строить отношения. И тот же самый метод работает с подростками. Тот же самый метод работает и с детьми. Если ты хочешь говорить в их жизнь, если ты хочешь влиять на их жизнь, начни строить с ними отношения. И вот давайте мы дальше с вами будем читать 8 стих. И вот мы сядем обедать, доколе не придет он сюда. И послал Иисей, и приявили его. Он был белокур с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помашь его, ибо это он. Я хотел бы, чтобы коротко мы остановились здесь, на этом месте. Одна из причин, почему Давида не позвали на эту встречу, потому что он был, Библия говорит, меньшим в семье своей. И обычно послали меньших, обычно послали незнатных, обычно послали неопытных, тех людей, которые занимали низший слой в обществе пасти скот. И вот мы видим, что Давид по какой-то причине, скорее всего, потому что он был меньшим в своей семье, его отправили для того, чтобы он пас овец отца своего. И вот интересно, что когда Самуил приходит, он думает про одного, он думает про другого, но потом, когда зовут Давида, того, про которого забыли, того, который занимается самой грязной работой, они приводят его, и Господь говорит, вот этого я избираю быть царем над своим царством. И я хотел бы, чтобы мы с вами перелистнули страницу и отправили 17 главу. Мы еще вернемся к 16. Мы откроем с вами 17 главу. Здесь интересный момент происходит. Библия говорит, что происходит битва между филистимлянами и израилетянами. И Библия описывает в этом моменте, в этой главе, что Саул берет братьев Давида, и они идут на войну против филистимлян. Но по какой-то причине мы не видим, чтобы Саул и братья Давида, они выходили и боролись с Голиафом, выходили и сражались с филистимлянами. Библия говорит, описывает в этой главе, что израильский народ, они побоялись, они были боязливыми, они не хотели идти воевать против этого высокорослого человека, которого звали Голиаф. И вот мы с вами читаем 22 стих, давайте откроем с вами 17 глава, 22 стих. Я хотел бы, чтобы мы увидели один момент здесь. Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и пришедшие спросил братьев своих о здоровье. И вот когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиаф, филистимлянин из Гефа, выступает из рездов филистимских, и говорит те слова, и Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека, он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царя великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина, и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство бога живого? И сказал ему народ те же слова, говоря, вот это сделано будет тому человеку, который убьет его. И услышал Елеаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елеаф на Давида, и сказал, зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твоем. Заметьте, Елеаф говорит Давиду о его дурном сердце. То есть это говорит о том, что Давид был юношей, это говорит о том, что Давид был подростком. И в каких-то действиях старший брат видел, что Давид еще очень юн, он еще очень мал. Его действия где-то, они порой неразумные. Он говорит, я знаю высокомерие твое, я знаю дурное сердце твое. И смотрите, здесь написано, ты пришел посмотреть на сражение. И сказал Давид, что же я сделал, не слова ли это? И отворотился от него к другому, и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, и пересказали Саулу, и тот призвал его. И здесь я хотел бы, чтобы мы очень внимательно прочитали следующие два стиха. И сказал Давид Саулу, пусть никто не упадает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саулу Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша. Он говорит ему такие слова, ты еще юноша, ты не можешь идти воевать против филистимлянина. И Ляв говорит ему, я знаю твое дурное сердце, я знаю, ты еще подросток, ты даже не представляешь, что здесь происходит. Но заметьте, как Давид приходит и что он говорит Саулу, он говорит, пусть никто не переживает, я выйду и я сражусь с ним. Знаете, это напоминает мне подростка, который горяч, который в своих действиях очень, знаете, такой легок на подъем. Он может что-то сделать, а потом подумать, что это было. Вот это был настоящий подросток. Вот это был Давид, который не думал за свои действия, он не переживал. Что-то было внутри его, что отличало его от всех остальных. Это его юное сердце, это его юное отношение к жизни. Он был юношей. Библия говорит, когда Саул посмотрел на этого молодого мальчика, он говорит ему, Давид, послушай, ты не можешь идти воевать против филистимлянина, потому что ты еще юноша, ты еще очень молод, ты еще зеленый, тебе нужно просто где-то поднатаскаться, тебе нужен опыт какой-то войны для того, чтобы сразиться с этим филистимлянином. Другими словами, он просто посмотрел на это зернышко, и он не увидел тот потенциал, который был в жизни Давида. Он не видел тот потенциал, который Бог вложил в сердце Давида. Вот я хотел бы, чтобы сейчас мы вернулись к 16 главе, и здесь есть интересный момент. 16 глава, 17 стих говорит такие слова. Саул говорит слугам своим, найдите мне человека, хорошо играющего, и представьте его ко мне. И вот 18 стих ключевой. Тогда один из слуг его сказал, вот я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго, воинственного, разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним. И послал соувестников к Иисею и сказал, пошли ко мне, Давида, сына твоего, который при стаде. Это ключевой стих, над которым я хотел бы, чтобы мы небольшое время поразмышляли. Ну что слуга увидел в этом юноше? Библия говорит, что в 17 главе, когда юноша этот предстает пред Саулом, Саул не смог различить тот потенциал, который был в жизни Давида. Он просто посмотрел на него человеческими глазами. Он посмотрел на него так, как смотрят все люди. Он сказал, ты юноша еще, ты не можешь идти воевать против Голиафа. Но этот слуга по какой-то причине, он начинает давать такую высокую рекомендацию царю, он говорит, я знаю юношу, я знаю человека, который умеет хорошо играть, я знаю человека, который замечательно выглядит, я знаю человека, который замечательно умеет разговаривать, он видный собой, и Господь пребывает с ним. Но послушайте, разве этот слуга, разве он не знал, что он юноша? Разве он не знал, что Давиду есть еще, есть еще куда расти в своих музыкальных каких-то навыках? Он понимал, что у Давида может не все идеально. Он понимал, что Давиду есть место, куда еще расти, есть место, куда развиваться, но по какой-то причине он видит так, как не видят другие люди. Этот слуга замечает какие-то вещи в его жизни, потенциал Божий в его жизни, и он начинает очень сильно рекомендовать Давида царю. И царь, когда слушает всю эту рекомендацию, он думает, что же это за юноша, и приглашает его в свой царский дом для того, чтобы Давид служил при Сауле. Вот у меня сегодня вопрос, когда мы смотрим на этих подростков, когда мы смотрим на наших детей, когда мы смотрим на этих маленьких зернышек, что мы сегодня видим? Какое отношение сегодня у нас есть к этим зернышкам? Видим ли мы так, как видит Саул, или мы все-таки видим так, как видит этот слуга? Да, Давиду было место, куда расти, да, Давид, он мог, может, что-то и вытворить, он был еще подростком, Ильяв про него говорит, я знаю дурное сердце твое, но при всем этом этот слуга начинает рекомендовать Давида царю, и он начинает очень высоко о нем говорить. Знаете почему? Потому что он смотрел на него, и он видел некий потенциал в его жизни. Как Библия говорит в 16 главе, в 7 стихе, Господь смотрит не так, как смотрит человек. Господь смотрит по-другому. Человек смотрит по-одному, человек смотрит просто на вид, а Господь смотрит на сердце. Я сегодня, знаете, о чем молюсь? Чтобы Господь дал нам сегодня сердце этого слуги. Чтобы сегодня каждый из нас, когда мы смотрели на наших подростков, когда мы смотрели на наших детей, чтобы мы смотрели на них с тем же отношением, какое было у этого слуги. Я вижу в тебе потенциал. Да, ты хорошо играешь, ты можешь еще лучше играть, но я знаю, ты справишься с этим заданием. Я доверяю тебе, я порекомендую тебя не просто какому-то человеку, я порекомендую тебя самому царю, ты будешь играть при царе. Но как можно было доверить такую сильную ответственность этому подростку? Только в тот момент, когда ты видишь не так, как смотрит человек, а когда ты видишь в этом зернышке большой потенциал, ты начинаешь верить, ты начинаешь высвобождать слово веры, ты начинаешь вдохновлять, ты начинаешь делать все, чтобы у этого подростка все получилось в жизни. И когда у нас есть такое отношение, поверьте, у них все получится в этой жизни. И когда мы будем правильно с ними общаться, когда мы будем выстраивать с ними отношения, когда мы будем говорить слово ободрение в их жизни, они будут открываться нам, и у нас будет возможность влиять на них, для того, чтобы они следовали за Господом. Послушай, что сегодня ты говоришь подросткам? Что сегодня ты говоришь в жизнь своих детей? Какие слова вылетают из твоего сердца? Какие слова вылетают из твоей жизни в их жизни? Как сегодня ты выстраиваешь с ними отношения? Я хотел бы еще один момент зацепить. А как сегодня мы проводим молитвенно? Стоим ли мы в проломе за этих людей? Почему-то в Библии написано несколько раз, что Бог искал человека. Бог искал человека, который стал бы в проломе. И мы знаем это такое известное местописание, когда Библия говорит, искал я человека, который стал бы в проломе за землю эту. И Библия говорит, не нашел такого человека. Вот интересно, что Бог всегда заинтересован в том, чтобы сегодня народ его, он стоял молитвенно в проломе. И вот вы знаете, я недавно был на одной молитве. И немножко поделюсь с вами. Мы были на посту, постились, молились, и там приехали пророки. Я вам честное слово скажу, я не сильно, как сказать, бегаю за пророчествами. Верю, что если Господь желает что-то говорить, Он найдет способ говорить через слово свое. Он найдет способ говорить тебе в молитве. И если нужно, пришлет к тебе человека, который будет говорить тебе пророческим словом. Вот так получилось. Мы стояли на молитве, приехали эти пророки, они начинают пророчествовать. Вот интересный момент был сказан лично ко мне. Я не буду рассказывать вам всего пророчества, но расскажу часть этого пророчества. Это интересно, что Господь обращается и говорит, «Если бы ты только знал этих молодых людей и с каким сердцем они приходят на служение. Если бы ты только знал». Знаете, это меня так сильно зацепило, потому что потом, когда я остался один и молился, размышлял над этим, я начал думать, «Господи, если бы я только знал, что переживают эти люди, что переживают эти подростки, если бы я только соприкоснулся с той болью, с теми проблемами, с теми вопросами, кем мне стать, кем мне быть. Если бы я только понимал, насколько сильно давлению в их жизни, насколько сильно они переживают, я бы по-другому молился, я бы не молился поверхностно, я бы не общался поверхностно с ними, я бы стоял в проломе за этих людей». И я верю, что сегодня церковь Бог призывает нас стоять в проломе за наших подростков, Бог призывает сегодня нас стоять в проломе за этих молодых людей, потому что они сегодня нуждаются в том, чтобы кто-то стоял в проломе за них они сегодня нуждаются в том чтобы кто-то поддерживал их духовно они сегодня нуждаются в том чтобы кто-то мог говорить правильно вы их не жизнь и я верю что мы сможем повлиять на них но вопрос а как сегодня мы молимся за них действительно ли мы сегодня стоим в проломе или наши молитвы они сегодня какие-то поверхностные хотел бы чтобы сегодня вы задумались по поводу этого ты сможешь влиять на этих подростков у тебя нужна сила эту силу ты можешь брать божьем присутствии ты можешь ее черпать когда ты будешь проводить время в молитве когда ты будешь приносить эти души когда ты будешь приносить этих подростков этих молодых людей и не просто поверхностно за них молиться но стоять в проломе за них вы знаете я уверен что каждый из нас у нас были такие моменты в жизни когда мы не просто поверхностно молились вспоминаю одного из братьев нашей церкви, его звали Женя, может кто-то знает его, Евгений Мальцев, он много лет прожил с нами, он много лет служил нам, он много лет, мы много лет вместе с ним куда-то ездили, он помогал нам, такой очень хороший верный брат. Я помню, когда я был студентом, мне звонят родители и говорят, так как-то странно получилось, но сегодня Женя попал в больницу и говорят, у него мало шансов. Я думаю, да как так, он молодой человек, у него еще все впереди, он жизнерадостный, он Бога любит, у него никогда не было каких-то проблем и потом раз в один момент что-то случается. Вы знаете, в этот момент ты уже не поверхностно молишься, ты стоишь пред Богом, ты платишь пред Богом, ты стоишь на колени пред Богом, ты просто стоишь часами и молишься и ты ожидаешь, что Бог как-то двинется в жизни этого человека. Вот что если сегодня мы также будем смотреть на этих подростков, на этих детей и мы не просто будем поверхностно относиться к ним, но мы будем действительно стоять в проломе за это молодое поколение. Послушайте, дьявол по-прежнему имеет одну цель, это украсть, убить и погубить. Но сегодня Бог ищет людей, которые будут стоять в проломе за этих людей, Бог ищет людей, которые будут молиться за этих людей, Бог ищет людей, которые не просто будут поверхностно к ним относиться, но выстраивать с ними отношения. И когда у нас будут отношения, когда у нас будет эта духовная поддержка, эта молитва, я верю, они будут принимать решение служить Господу и следовать за Богом. Братья и сестры, давайте мы встанем. Когда в этом исследовании задали еще один вопрос всем этим молодым людям, вот интересный момент обнаружили в этом исследовании, что среднее количество часов, которые подросток сегодня проводит в интернете в России. Знаете, сколько? 8 часов. 8 часов подросток, молодой человек, проводит сегодня времени в интернете. Почти более 3 часов, 3, кажется, 3.30 они проводят в социальных сетях. Более 2 часов они проводят в чатах, общаются, переписываются с друг другом. Более полтора часа они играют в какие-то игры. Но вы знаете, когда им задали такой вопрос, что тебя больше всего тревожит? Их ответ был, знаете, какой? Одиночество. Это молодое поколение, которое сегодня выглядит очень современными, выглядит очень потенциальными, но они так сильно сегодня переживают одиночество. И сегодня мы, как церковь, мы можем повлиять на них. Сегодня мы, как церковь, можем нашим отношением, словом и молитвой поддержать их и помочь им принять решение служить Господу и следовать за Богом. Помните, что большее количество подростков принимает решение служить Богу в возрасте 13 лет. То есть, когда мы смотрим на это маленькое зернышко, оно не потенциальное, оно маленькое. Ты даже не знаешь, ну как оно может повернуться в его жизни уже в этом маленьком возрасте, когда он еще просто маленькое зернышко, он может принять самое важное решение служить Господу. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня в молитве мы принесли наших подростков, мы принесли нашу молодежь, мы принесли наших детей. Сегодня просто попроси Бога, чтобы Бог дал тебе понимание, как сегодня ты можешь выстроить отношения с ними для того, чтобы влиять на них. Как сегодня ты можешь молитвенно поддерживать их, как сегодня ты можешь встать в проломе за них. И если ты давно, может, уже действительно не стоял в проломе за них, попросил Бога, чтобы Бог наполнил тебя этой жаждой, ревностью действительно молиться за них. Что сегодня вылетает из уст твоих? Что сегодня выходит из уст твоих, когда ты общаешься с ними? Вера, надежда, любовь. Что сегодня ты говоришь в их жизни? Ободряешь ли ты их ставить высокие цели в Боге? Вдохновляешь ли ты их служить Богу? Или сегодня что-то другое выходит из уст твоих? Давайте мы посмотрим на наши отношения к нашим подросткам и попросим Бога, чтобы Бог что-то менял в нашей жизни, для того, чтобы мы могли правильно влиять на них. Господь, мы смиряемся пред лицом твоим. Боже, мы благодарны тебе за то, что сегодня через твое слово, Господь, мы видим, Господь, что ты действительно желаешь, Господь, сегодня служить подросткам. И ты желаешь, Господь, чтобы сегодня мы были людьми, Господь, которые высвобождали слово веры, ободрения, вдохновения в жизнь подростков. Боже, мы видим сегодня многих и многих молодых людей Которые действительно сегодня запутаны в жизни Дьявол их запутал, он положил какую-то свою сеть на них Он действительно сегодня пытается погубить это молодое поколение Бог мой, и я прошу о том, чтобы сегодня мы, Господь Люди, которые зрелые, люди, которые служим Тебе, идем за Тобой Мы имели дерзновение стоять в проломе за подростков Мы имели дерзновение стоять в проломе за наших детей Бог мой, я прошу Тебя, Господь, дай нам мудрости, Господь чтобы сегодня из наших уст выходило благословение, слово ободрение, слово веры в их жизнь во имя Иисуса Христа. И если, Господь, что-то другое выходило, если гнев, Господь, если слово неверия выходило, Бог мой, прости нас за это. Мы нуждаемся, Господь, в том, Господь, чтобы наши дети, наши подростки, они служили Тебе, они следовали за Тобою во имя Иисуса Христа. Боже, я прошу о том, чтобы Ты дал мудрости, как правильно выстраивать с ними отношения, о чем с ними разговаривать. Бог мой, я прошу Тебя, Господь, благослови родителей в Доме Твоем, дай им понимание, Господь, как служить подросткам, дай им понимание, как влиять на своих подростков во имя Иисуса Христа, для того, чтобы, Господь, они принимали решение служить Тебе, следовать за Тобою во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Господь, за Слово Твое, за примеры Слова Твоего. Бог мой, Слово Твое говорит, что Царствие Твое, оно подобно этому маленькому зернышку, оно, возможно, не имеет какого-то потенциала, В нем нету какого-то величия и вида, но если его посадить, оно может вырасти, оно может принести много плода, оно может стать местом укрытия для птиц небесных. Бог мой, я молю о том, чтобы сегодня Ты дал нам понимание, когда мы смотрим на этих подростков. Помоги нам не смотреть, как смотрел Саул на Давидом, что он не увидел потенциала в нем, он не увидел чего-то значимого в нем. Но помоги нам сегодня иметь сердце слуги, помоги нам сегодня видеть то, чего другие не видят. Господи, ведь Слово Твое говорит, я смотрю не так, как смотрит человек. Человек смотрит на лицо, а я смотрю на сердце. Боже, дай нам сегодня смотреть на эти маленькие зернышки и видеть потенциал, видеть, Господь, людей, которые сделают много для Царства Твоего. И помоги нам быть этими людьми, которые поддержат этих молодых людей, этих подростков, этих детей. Господи, дай нам Твое сердце, дай нам Твое сердце, Иисус. Спасибо Тебе за это время, мы чтим Тебя, мы любим Тебя. Наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Я хотел бы сейчас обратиться к тем людям, которые, возможно, пришли на это богослужение впервые. Или, возможно, вы смотрите это богослужение, но вы так никогда и не принимали Христа в свое сердце. Если сегодня есть такой человек, дайте нам, пожалуйста, знать, мы бы хотели вместе с вами сегодня помолиться. Если сегодня такой человек, который хотел бы попросить Бога, чтобы он простил все его грехи. Возможно, вы смотрите нас онлайн. Я хотел бы просто коротко, чтобы мы помолились этой молитвой. Давайте мы склоним наши головы и помолимся. Господь Иисус, я верю в Тебя. Я прошу Тебя, прости мои грехи. Помоги мне следовать за Тобою. Укрепи меня. Я также прошу Тебя, запиши мое имя в книгу жизни. Спасибо Тебе за прощение грехов. Дар вечной жизни. Аминь. Если вы помолились такой молитвой, если вы вдруг здесь находитесь в церкви и вы не вышли сюда наперед, пожалуйста, после этого слова, после этого богослужения, выйдите сюда наперед. Мы со служителями еще будем здесь и мы бы хотели просто пообщаться вместе с вами и еще раз помолиться за вас. Если вы смотрели нас онлайн, пожалуйста, напишите в комментарии и скажите, что сегодня вы приняли это важное решение в своей жизни. А мы, в свою очередь, постараемся связаться с вами и рассказать больше о вере и о церкви. Пусть Бог обильно благословит вас. Давид, спасибо за помазанное слово. Присядьте еще на короткое время, у нас есть объявление. И мы напоминаем, что вообще церковные служения сейчас разделены на четыре потока. И они будут проходить в 9.00, в 11.00, в 13.00 и в 15.00. И в 18.00 у нас будет проходить молодежное служение. И сегодня на молодежном служении будет тема у нас в месяце «Осторожно весеннее обострение» будет проповедовать Волков Стефан на тему «Влюбленность». Поэтому будет очень интересное время, благословенное слово. Подключайтесь. 23.00 февраля во вторник в 11.00 у нас состоится мужской завтрак на тему «Добрый воин». И вся подробная информация по телефону «Горячие линии». И также вы можете заранее зарегистрироваться. Приглашаем детей и подростков в театральную студию «Живой театр». Также вся подробная информация по телефону «Горячие линии». И еще одно театральное служение «Пантомима прикосновения» приглашает всех желающих. Вся подробная информация также по телефону «Горячие линии». Круг друзей 27 февраля собирается на лыжной базе «Искра». Также вы можете записаться. Все также по телефону «Горячие линии». С 26 февраля по пятницам будет проходить семинар для лидеров домашних групп и тех, кто готовится и местами. Начало в 19.00 запись на семинар через региональных лидеров домашних групп. И можно также записаться по телефону «Горячие линии». Если у вас есть желание принять участие в кормлении людей в районах, также вы можете подойти на стойкую регистрацию, записаться и позвонить по телефону «Горячие линии». И каждый вечер в прямом эфире вместе с семьей в 21.00 по пермскому времени и в 19.00 по московскому времени собираемся, чтобы провести время вместе с семьей в молитве, в поклонении и размышляя над Словом Божиим. Давайте встанем, призовем благодать. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим будьте благословенны. Продолжение следует...